Что вы думаете о расследовании ФБК и о той информации, которая там прозвучала, согласно которой, опять же, данные ФБК, Леонид Невзин, соратник Михаила Ходорковского, организовал и оплатил нападение на Леонида Волкова, Ивана Жданова, ну и других сотрудников? ФБК – очень крутое начало в этом расследовании. ФБК – начало крутое, я его посмотрела. Я нескольких вещей не поняла. Мне не хватило, конечно, мотивов. Собственно, зачем нападать на Волкова, на Жданова и даже на Марию Певчих, чтобы что? Чтобы не вышло расследование о смерти Алексея Навального? Оно не вышло пока. Чтобы остаться монополистом на оппозиционном поле? Ну, монополист на оппозиционном поле, мне кажется, не такая уж выигрышная позиция, мягко говоря. Мотивы. Мотивы остались непонятные. И, конечно, очень печально, что за такими громкими фильмами и за громкими заявлениями выплескиваются действительно важные вещи. Важные вещи – это все-таки Путин, режим, дидраконизация. Это расследование гибели, убийства Алексея Навального. Уж не Невзлин или убил Навального, да? Вот тогда было бы просто совсем просто. Но там же присутствует и эта линия о том, что Невзлин, возможно, оплатил взятки следователю по делу Навального для того, чтобы он сообщал ему о перемещениях в колонии. Как я понимаю, эта линия там тоже затронута частично. Со ссылкой на источник, и Певчик говорит, что она подтвердить не может и упомянуть не может этот факт. Я бы хотела, конечно, посмотреть на следователя, который бы проследует дело Навального, брал бы взятки у кого бы то ни было за это дело. Ну, потому что это грозит ему неприятностями гораздо более высокого порядка, нежели отстранение от дела, увольнение, лишение звания. Здесь уже и измены попахивает, не говоря уже о шпионаже. Ну, как говорится, у меня только одна была мысль всё это время. Я как-то всегда огорчалась, когда я слышала, что очень многие, например, украинцы, не хотят разбираться в сортах хороших русских. Да, да, действительно трудно разобраться в сортах хороших русских. Ну, и по расследованию, с самого начала, голос доброжелателя, ну, теперь-то он будет опознан очень быстро. И если это правда, то я не знаю, что с ним будет. Если это неправда, я думаю, что мы скоро об этом узнаем. То есть и то, и другое, ну, такое нежелательное развитие событий для расследования, да. Ну, и когда я видела переписку с Незлиным, я просто посмотрела, вот сегодня буквально, мне мои сотрудники, скажем, назовём их бывшими, присылали сегодня переписку со мной, сегодняшнюю переписку со мной, вот со мной. И тут написано, да, что вот Ольга Романова, да, что это я. А это не я. Это не я. И такие звучат вполне себе интимные вещи, там, про проверку Руси сидящей, там, что-то такое, там, с фамилиями. Это не я. Ну, вообще-то, это вот сегодня, и по всем параметрам, это я. Другое дело, что люди сёптные, и сразу мне пишут, что, а, Ольга Евгеньевна, вы напишите. Такие. В общем, понятно, что, не знаю, мне казалось, что таких переписок недостаточно. Что в этом расследовании правда? Мы видели очень много фотографий. И Незлен и Ходорковского, и из 90-х, и нынешних. Мы понимаем, мы знаем, что это правда, что Незлен друг Ходорковского, даже не из 90-х, гораздо раньше. Это тоже правда. Правда то, что он миллиардер, правда то, что он живёт в Израиле, правда то, что он пишет вещи, с которыми, ну, я бы, например, не согласилась бы, но эти вещи, как бы, не про... Эти вещи касаются, да, сотрудничества с Путиным, там, с коллаборацией и так далее, и так далее, на мой взгляд, очень жёсткие. Да, кстати, Незлен действительно был сенатором, за это на него и сейчас можно обижаться. И если возвращаться, там, к вопросу коллективной вины, то вот она, пожалуйста. Это всё правда. Переписка как доказательство, съёмки с телефона, да, это съёмки с телефона, это действительно снимал нападающий, нападение на Сашу Петрачкову, который я очень хорошо знаю, это жена Максима Миронова и самого, собственно, Максима Миронова, и вот этих всех вещей, да, это действительно ценные свидетельства, ценные доказательства. Я не увидела в этих телефонах, да, участия Незлена. При всём при том, да, что мы не работаем ни с командой Хаткарковского, ни с командой Незлена, у нас нет этих спонсорских денег оттуда или отсюда. Я стараюсь участвовать в конференциях, которые устраивают, например, Хаткарковский. То, что касается, например, адвокатской деятельности, юридической составляющей, правозащитной составляющей, например, конференция памяти Юрия Шмидта ежегодной в Берлине, да, то есть это мне, что называется, по работе и по делу, и там всегда бывает интересно. Конечно, пожалуй, да, пожалуй, надо сказать, что я состою в жюри премии, которую даёт Ходорковский на протяжении последних 11 лет профессию журналист, но это коллективное жюри, большое жюри, где ещё очень много людей состоит, но это работа не зарплатная, да, это никак не спонсорская, не донатская и так далее. Это независимые жюри, стоящие из 20 человек, которые читают работы и просто выдвигают их на премию, и там коллективное голосование. Пожалуй, это вот все мои связи с командой Ходорковского и Невзина. С другой стороны, я дружу с ребятами с ФБК, да, то есть здесь у меня очень двойная позиция. Это расследование мне не понравилось, оно меня не убедило. Оно меня не убедило, и мне оно кажется вредным, потому что действительно прежде всего оно ссорит оппозицию, конечно. Нападение на Жданова было, нападение на Волкова было. Было кто-то это организовал, кто-то это сделал. Если это кто-то из разряда «свои», то нужно гораздо больше тщательных доказательств, чем если это было бы КГБ, ФСБ, кстати сказать. Я не знаю, как сейчас, а в советское время в КГБ были специальные подразделения, которые просто специализировались на том, что стравливали друг с другом диссидентов, интеллигентов и так далее, и так далее. То есть эти провокации, они были всегда. И к этим провокациям, они болезненные очень, эти провокации. Они очень болезненные. Действительно, они всегда под их. А когда под их заволакивается часто очень разум, мы с вами часто встречали, думаю, каждый из нас в жизни встречал удары такие, которые у тебя отключают очень многие рецепторы, и ты не можешь задержать дыхание, посчитать до ста, ты просто не в состоянии, и начинаешь наотмашь. Мне кажется, это тот самый случай. Но там в переписке, не знаю, это очень субъективно, меня смутил такой момент, потому что, как в плохом детективе, предсказуемый момент, что, я не знаю, может быть, это было, может быть, этого не было, поскольку мы не располагаем данными, мы лишь размышляем. Но история про то, что Невзлин говорит, что он согласовал с ФСБ, и Волкова готовы там принять, Невзлин, который, ЮКОС, тюрьма и так далее, использует этот прием в переписке и признается, что согласовал с ФСБ, что Волкова там примут, мне показался излишне литературным. Но опять же, да, я ничего не утверждаю. Вот на что вы обратили внимание в этом тексте? Все-таки Невзлин, все-таки Невзлин, давайте так, я тоже обратила на это внимание, это очень важный, мне кажется, кусок. Невзлин принес и приносит очень много вреда, настоящего вреда путинской России. Причем он бьет по очень существенным, по деньгам. Все-таки давайте не будем забывать о бесконечных судах ЮКОСа с Российской Федерацией, которые все-таки эта команда выигрывает. И речь идет о многомиллиардных потерях именно для Путина и путинской России. Поэтому я не то, чтобы очень сильно сомневаюсь о подобной переписке и связи Невзлина с ФСБ или Ходорковского с ФСБ. Все-таки не будем забывать, что этот удар все-таки не столько по Невзлину, сколько по группе Невзлина-Ходорковский. Безусловно. Здесь для команды ФБК важно Ходорковский именно как альтернатива ФБК. И удар, конечно, приходится здесь. Ну попробуйте отдать 10 лет своей жизни, посидев в тюрьме. Ну, тем более без большого шанса выйти. Я напомню, что Ходорковским занимался Геншир. Мы до сих пор не знаем, на что поменяли Ходорковского на самом деле. Потому что там не было кого-то. Поменяли на что-то. Я считаю, что на Северный поток. Кто-то считает, что его поменяли под Олимпиаду. Мы этого не знаем. Мне кажется, Ходорковский этого не знает. По крайней мере, об этом не очень говорит. И в связи, собственно, с тем, что Геншир ушел в союз совещаться с Махатмой Ганди, то мы тоже не можем, пока сами там не окажемся, на что-то так твердо ссылаться. Поэтому, конечно, этот фильм посмотрят все. Все эти люди, чье мнение нам с вами важно. Я уверена, что большинство зрителей канала ГРЭМ, конечно, его посмотрят. У каждого будет свое мнение. Конечно, делать фильмы команда это умеет и может. Но, согласитесь, все-таки их качество в последние годы существенно снижается. И это не может быть не связано, конечно, с гибелью Алексея Навального. Расследование о гибели, которую мы во-прежнему ждем. Но не будем, я уже это 20 раз сказала, потому что, правда, бесит, когда выходят расследования про 90-е. Кстати, сказать, я никогда не участвовала в дискуссиях по полу-90-х. Я считаю фильм «Арии Певчих» про 90-е полезным, потому что этот фильм открыл дискуссию. И, в общем, каждый высказался, и каждое мнение. Лично мне было очень интересно почитать, включая это мнение нелицеприятное. И мне кажется, что фильмы про 90-е должны снимать вот сейчас и про 2000-е и так далее. И может быть разное мнение и тому подобные вещи. Но все-таки после великого фильма про уточек, после величайшего фильма про дворец Путина, это, ну, согласитесь, нет главного. Зачем? Зачем это Невзлину? Вот зачем? Зачем Невзлину похищать Волкова и отправлять его в ФСБ? Ну, чтобы не было Волкова, но это, мне кажется, можно и проще решить как-то. Извините. А вот вопрос о безопасности. Ведь, ну, опять же, если мы предполагаем, что Леонид Невзлин в этом участвовал, да, они использовали сигнал, это защищенный мессенджер. Но все равно там, допустим, есть, что он под своим ником, он пишет и дает конкретное указание, а это уголовное деяние. То есть нет никаких маскировочных сетей, грубо говоря. То есть он напрямую, заказчик напрямую с исполнителем. То есть Невзлин, человек, который возглавлял одну из крупнейших структур, наверное, все-таки обладает высоким уровнем интеллекта, чтобы так не поступить. Или нет, я не знаю. Вот опять же, да, весь наш разговор сегодня это размышление на тему. Меня тоже вот эти вещи смутили. Зачем ему так открыто, без намеков, говорить, что нужно сделать? Нет, такие вещи, конечно, не делать по переписке, а вот переписку от своего имени я сегодня показала, да, со своими. А речь вот там о проверке ФСБ, там, и так далее. Ну, нет, я этого не писала, славьте Господи, да, мои всегда проверят. Но я хочу, я вспомнила еще одну историю очень давнюю, 20-летней давности, как раз про Леонида Невзлина. Жила-была, маленькая девочка, хорошая девочка, надо сказать, Оля Костина, очень много занималась образованием, давнишним-давнишним министром, по-моему, его звали Ягодин, по-моему, то ли последний Горбачевский министр образования, я уж не помню. И она работала в Юкосте, там где-то в пресс-службе, вышла замуж за Костю Костина, тоже мальчика, который работал в Юкосте под Сурковым. И как-то дальше разошлись их пути, Сурков пошел туда вместе с Костином. Как-то все дальше и дальше расходиться было совсем давно. А Оля Костина пошла работать в Московскую мэрию, к Юрию Лужкову в пресс-службу. И надо сказать, что тогда в пресс-службе она отодвинула очень здорово бюджеты. Тогда был такой Сергей Цой у Лужкова, у пресс-секретаря, который держал бюджеты. Плюс была команда Гнутиков, и мы пресс, которые, собственно, с Цойом работали, эти бюджеты дербанили. И тут случилось покушение на Олю Костину. Собственно, Костин — это человек, который потом перелил бюджеты всех региональных выборов. Он сейчас там институт развития там чего-то там при внутренней политике. Сейчас он уже совсем большой человек в Единой России. Но это идет совсем о другом времени рассказ. У родителей в квартире Оли Костиной подожгли дверь. Ну, просто подожгли дверь, и все. Сейчас, кажется, уже по нынешним меркам такое преступление не очень-то важное. Ну, и вы там вызвали полицию. Да, кошмар, ужас. Подожгли дверь родителей. Ну, и как-то было понятно, что это предупреждение Оли, что она, в общем, бюджет это оторвала не у тех людей. И, ну, это было понятно. Прошло несколько лет. Начали сажать Ходорковского. Костик Костин стал уже большим деятелем при распилке бюджетов в администрации президента Российской Федерации. И тут Оля вспомнила, что на нее покушался Леонид Неслин. И дальше она лет десять ходила с рассказами про это страшное покушение, которое организовала, конечно же, Неслин на нее, на ее семью в попытке... Ну, я все время тоже задавалась вопросом, а зачем? Зачем убивать Олю Костину, которая потом пошла работать, создала облаготворительный фонд в помощь там следователям, прокурорам там и так далее, и так далее. Ну, а до этого вопрос тоже никто не отвечал. Но вот эту историю я сейчас слышу второй раз. Второй раз. Когда, да, действительно, ребята, у вас действительно есть проблема. Действительно, вас очень многие не любят. Я про ФБК сейчас. Вы действительно много работаете, много делаете, расстраиваете очень многих важных людей, в том числе своими расследованиями, в том числе своей политикой, в том числе выступления Юлии Навальной сейчас в Словении. да, ваш вклад в оппозицию очень-очень серьезный, вы многих раздражаете, да, 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 действительно, все это так. И, скорее всего, скорее всего, за этими неприятностями стоит кто-то вроде давно уже забытого, Сергея Цой, там, или братья Гнутиков, да, на другом уровне. Господи, почему опять Незлин? Ну, что ж такое? Я второй раз слышу эту историю. Я хочу как раз вернуться вот к теме Алексея Навального, мы частично вот обсудили вот эту линию. Вот что пишет проект, они как раз пересказывают, что было в фильме. Источник ФБК рассказал о слежке Невзлина за Навальным в колонии, бывший совладелец ЮКОС, Леонид Невзлин, мог давать взятки главному следователю по делам Алексея Навального Роману Видюкову, чтобы тот отправлял ему информацию о переводах политик между колониями и состоянии политика. Об этом ФБК рассказал решальщик Андрей Матус, предоставивший фонду доступ к архиву переписки Невзлина. Однако, именно факт слежки Невзлина за Навальным не подтвержден утекшей перепиской или другими документами ФБК. Я вам с удовольствием расскажу про переводы Алексея Навального «Царствие ему небесное», но между колониями Леонид Борисович Невлин в плотном контакте со следователем Видюковым романом. Он знал все, что происходит буквально за несколько дней до того, как узнал, узнавал кто угодно, наверное, в этой стране и за пределами ее. Цена вопроса знания, доступ к Видюкову. Цена вопроса была там полмиллиона долларов. Знать, что происходит, это был вопрос, этот вопрос был закрыт в течение одной минуты, сказал Матус. как добавляет Певчиха, председатель ФБК, проверить эту информацию мы не можем, но и упомянуть ее тоже мы не можем. А вот, собственно, возможность доступа к человеку, который знал, что происходит с Алексеем Навальным, Романом Видюковым, вообще, теоретически, у кого-то из-за позиции вообще была такая возможность? Я предполагаю, что это следователь под серьезным колпаком находился. Ну, следователь под серьезным колпаком, и он бы шаг влево, шаг в право, прыжок на месте, там действительно, там очень серьезные были бы последствия для его и для его семьи. И мы с вами видим прекрасно сериалы загадочных смертей, ну, я не знаю, от генерала Рохлина до людей, которые занимались махинациями, там, смочой спортсменов во время Олимпиады в Сочи, до пандемии самоубийств в нефтегазовом секторе в начале войны, в российском нефтегазовом секторе и так далее. Я вас уверяю, это не Невзлин, то есть не всемогущий Невзлин, это, скорее всего, соответственно, какие-то спецслужбы, да, и совершенно понятно, что это российские спецслужбы, которые за этим гоняются. И точно так же этот следователь прекрасно знал, да, что не то, чтобы взять деньги, а я думаю, сам факт контакта мог бы для него очень плохо закончиться. И сейчас, конечно, его еще 28 раз проверят, но вряд ли, вряд ли. То есть, если бы я, например, захотела бы точно-точно-приточно узнавать, что происходит с Алексеем Навальным, я подкупала бы, наверное, не следователей все-таки, а тюремщиков. И это просто, ну, дешевле и точнее. Мало ли кто что следователю заявляет. Мы же знаем прекрасно, что следователь в Москве, а Навальный в Харпе. И это далековато. И тем более, что в этой колонии вообще-то сидел подельник Ходорковского ровно в этой. Ровно в этой колонии сидел Платон Лебедев. Вот ровно в этой же в Харпе, где погиб Алексей Навальный. И гораздо, гораздо проще через какого-нибудь там Ваньку там, через какого-нибудь инспектора, а лучше двух на всякий случай, а лучше трех, чтобы наверняка не то, что за полмиллиона долларов, я думаю, 50 тысяч долларов хватило бы за глаза, просто за глаза купить троих, чтобы они за этим последили, да, посигнализировали какого-нибудь тоже Сереги, Пети, там, кому-нибудь, чтобы они не знали, что это Недлен. они не будут недлено отчитываться, они будут отчитываться на каком-нибудь Сереге, который там вот присмотрят, и я думаю, все операции стоят в 2050. На ваш взгляд, каким будет эффект от этого видео, от этого расследования, потому что, ну, можно предположить, что наверняка ФСБ, мы не знаем, причастны или не причастны, какие-то российские службы, но это же такая история, которую можно теперь будет разыгрывать очень круто, и пропаганда, я думаю, и там, кремлевские службы сейчас до этого хватятся. Вот какие могут быть последствия всей этой публикации? Нет, ну, конечно, сейчас рождется грандиозный медиасрач, грандиозный, грандиозный совершенно, но сейчас все со всеми поссорятся в очередной раз, что, собственно, естественно, на руку очень многим. Помимо всего прочего, забудут о действительно важных вещах, о действительно важных вещах, о политзаключенных, о Курске, об обменах и так далее. Ну, есть вещи поважнее, надо же как-то личные счеты всем закрыть, личные гештальты. Вот, конечно, пропаганда будет улюлюкать, комментировать в прямую никто не будет, конечно, не выйдет следователь и скажет, я не брал, или наоборот, прилюдного не расстреляют, но это будет, конечно, жупелом носиться еще очень-очень долго, к сожалению, к сожалению. А самое-то главное, что это не прибавит нам всем безопасности, не прибавит вообще ни одну секунду, не прибавит нам безопасности. то, что мы будем бояться собственной тени, не прибавит нам уверенности в себе. Да, и то, что в любую секунду, что бы ты ни делал, на тебя может обрушиться вся мощь расследований ФБК или чего-нибудь еще, но это тоже неприятно об этом думать, да, естественно. тем более вроде как свои, свои же. Так что все это, конечно, история очень печальная, но она печальная для Невзлана, например, поскольку, насколько я понимаю, он все-таки продолжает тратить много денег там на помощь украинцам, например, которые теперь подумают 28 раз, может быть, да, по поводу сортов хороших русских. Может быть какие-то там, я не знаю, проблемы для каких-то проектов Ходорковского. Не знаю, но я не вижу хорошего результата от всего от этого. То есть всем будет фигово. Всем будет фигово. Нужно ли было выпускать этот фильм? Ну, конечно, не нужно. Нужно ли расследовать покушение? Конечно, да. Конечно, да. И уж если расследование приводит именно вот к таким выводам, дайте уж такие доказательства, чтобы мы сейчас с Вадимом бы вот так вот обнялись бы, зарыдали, бы сказали, боже мой, боже мой, нам раскрылась бездна, где мы живем, какой ужас, как же теперь доверять людям, когда вот, вот, вот и вот доказательства. А тут недоумение, чумазые дети все рыдают. Ну, а для ФБК, опять же, да, вариантов может быть два, подтвердиться или не подтвердиться. Вот, если, предположим, не подтвердиться, для них это не станет крушением, то есть, обрушением всего, то есть, просто перестанут верить. Это очень такой серьезный ход, серьезная заявка. Ну, дело в том, что, конечно, есть же фабрика эльфов, я посмотрела уже комментарии под фильмом, там фабрика эльфов работает вовсю, фабрика, фабрика работает вовсю, и я думаю, что фабрика сейчас развернулась во всей красе под комментами здесь, конечно, вот, ничуть в этом не сомневаюсь, и надо понимать, что мы живем несколько в другом веке, в другом измерении. Мы же с вами знаем про Путина, что, чтобы с ним не случилось, он любое свое поражение объявит победой. И 90% граждан в это поверят. Простите меня, ради бог, до фабрика делать то же самое. И здесь не потому, что фабрика равно Путину, я не это хочу сказать. Я хочу сказать, что мы все с вами знаем прекрасно про информацию и про пиар. И умение делать из говна конфетку это часто очень главное умение хорошего пиарщика. Вот, поэтому мы с вами не увидим разочарования. Ну, конечно, может быть и будет, но не больше, чем оно, собственно, и есть. Не больше, чем оно и есть. И это будет, я думаю, что равно великое разочарование и в БК, и в Ходорковском. Опять же, давайте все-таки говорить о том, что все-таки здесь какая цель. Невзлин тоже, но Ходорковский величина больше, и он все время к Невзлину в этом фильме представляется, что хоть они вроде как и формально занимаются разными вещами, разочистят старые друзья, не ссорились и так далее. то есть здесь я думаю, что цель убийства всех структур Ходорковского и убийства структур Невзлин, среди которых прежде всего Вильюнский форум, Вильюнский оппозиционный форум, тоже такая своеобразная очень тусовка, я один раз была, могу себе представить, что это. в общем, заповедник, тоже заповедник, ну куда ездят и приличные люди, но это такое, слушайте, мы давным-давно разошлись по секциям, это вот секция радикализма, есть секция просвещенного Лондона, да, Старковский, есть секция яростного невзлинного, которого действительно кровавая русня, есть такое дело, да, есть секция ФБК, все плохие, ну хорошо, то есть есть секция саморазнообразной правозащиты, там у нас тоже, знаете, тот еще муравейник, да, если не сказать как-нибудь по-другому, поэтому, ну, да, это свойство эмиграции, я бы сказала бы, свойства побежденных. Лучше, 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 лучше как-то все где заниматься, все-таки попытаться, попытаться сплотиться и быть сильнее, но, видимо, дальше вопрос к психологам, психиатрам. lähes и открытым, кем